Ну что, друзья мои, вы сейчас находитесь в гостях у меня, Железа Валерия Константиновича. Вот. И я сейчас с вами пообщаюсь, побеседую, покажу свои фирменные приемы. Дело в том, что очень много неудач у тех, кто прививает собственными руками. Неудач у тех, кто покупает готовые саженцы, большинство гибнет сразу, остальные очень довольно быстро. Надо уметь прививать самому. И сегодняшняя тема – это прививочная лента. Казалось бы, ну что особенно? Взял, примотал, все получилось. Все на самом деле не так просто. И сейчас я вам это объясню и докажу, насколько все серьезно. И надеюсь, что вам это мой опыт пригодится. И заодно получается так, рассказывая про ленту, рассказывая, как с ней работать, вы по неволе научитесь прививать еще. И вот. И начинаем. Итак, значит, привычная лента используется разные, скажем так. Вот, например, когда я был в очень крупном питомнике на Урале, там прививали с помощью, обмотку делали с помощью простой полиэтиленовой пленки. Нарезали ее. Вот. Большинство литературных источников утверждают, что самым лучшим обмоточным материалом является что? Давно привычная нам всем изолента. Вот. Да, это изолента, она очень такая, как сказать, прилипчивая. Это ее плюс. И тем не менее, я не совсем ей доволен, и многие неудачи связаны именно с ней. Давайте начнем с недостатков и постепенно подойдем к тому, что все-таки оставить для повседневной практики. Ну, раз больше всего рекламируют и используют изоленту, я вам подготовил несколько фотоснимков, которые я сделал у соседей, у своих. Дело в том, что проблемы даже с хорошими изолентами две. То есть, с хорошими любыми обмоточными лентами проблемы две. Первое заключается в том, что если вовремя не снимешь, то получаешь омертвление живой ткани под этой самой лентой. Уже через, я, допустим, снимаю в первых числах июля, а уже в августе омертвление, а уже в сентябре омертвление, и вот перед вами фотоснимки, которые я делал. Первый фотоснимок это было снято осенью у очень раскрученного садовода, то есть, куплен был саженец у него, а снимали уже у меня, попутно заехав. Видите, какая получилась неприятная история. Саженец фактически мертв, потому что наружный слой камбии, кора уже изувечена, и снабжения нет, если речь идет от этого снимка, который сейчас перед вашими глазами. Это раз. Вот. Далее, ну, хвалят эту изоленту, да, можно сделать обмотку. Большинство слышало, что ей можно пользоваться, и пользуются так, что ее липкой стороной начинает обмотку. Оно очень удобно. Почему? Когда любой лентой, когда начинаешь обмотку, бывает, что она соскальзывает. Неудобно. А тут сразу раз липкая, сразу кончик прилип, и давай мотай как хочешь. Все прекрасно. Очень быстро, еще быстрее под этой липкой изолентой разрушается кора. Вот. А вот вам пример. Вот вам еще я показываю снимок, на котором эта синяя изолента еще присутствует. Вот. Далее я подряд четыре снял с четырех сосед хорошо привает, и у него получились хорошие приросты. Но уже сентябрь месяц он липкой стороной обматывал. Получилось, когда я его снял, вот, видите фотографии, одна, вторая, треть, четвертая. Под ней уже то, что я называю невозвратное разрушение, то есть уже невосполнимое. Человек фактически загубил свою работу. И прекрасная саженция, ведь когда на взрослом дереве приваешь, уже на третий год можно получить прекрасные груши. А он свою же работу загубил, он все, год потерян. Это как минимум. Ну, мне тогда скажут, да, эту же изоленту, это полихлор винилопленка, она очень хороша для привок. Но можно тогда обматывать стороной, которая не липкая. Да, можно, и можно ее в принципе использовать. но мой личный опыт говорит о том, что почему бы если есть полихлор виниловая липкая лента, почему бы просто не взять полихлор виниловую нелипкую ленту, и почему бы ей не воспользоваться, потому что тут можно уже отходить не от чего-то конкретного, а иметь какие-то варианты. И вот сейчас на ваших глазах я вам эти варианты и покажу. Итак, полиэтиленную пленку я уже упомянул, но она рвется легко, и там, где требуется усилие, она не годится. Я упомянул изоленту и объяснил ее недостатки, и в продаже широко распространена так называемая пленка черенок. А эта пленка вроде бы сделана специально для того, чтобы ей обматывать эти же самые черенки. Но тут вот какое дело. В аннотации обязательно напишут, что пленка саморазрушающаяся на свету. Или фоторазрушаемый второй еще термин. И получается как? Садовод фактически полностью избавлен от забот. Примотать примотал и забыл. Подошел он, скажем, в середине лета и увидел, что вместо пленки одни лохмотья. Саженец прижился, он еще рос, и он эту пленку еще и увеличив диаметр разорвал. Она и так уже ослабла, и лохмотьями свалилась, все, проблем нет. Ну, не знаю, где такая, у нас не Африка, у нас не Крым, у нас, по крайней мере, вся северная Россия и Сибирь, проверено. Раз уж примотал, используешь ее, раз, другой нет, пожалуйста, будь добр, отмотай, потому что я, когда натыкался на такие случаи в своих садах, август, сентябрь, пленка как была, так и есть, целенькая, и когда я ругаю хозяев и начинаю ее снимать, и показываю под ней опять разрушение ткани, то самое, что вы видели вот на первом фотоснимке. Ну, то есть не такая уж она безобидная. Раз уж выхода нет, раз уж и этот вид пленки чуть-чуть преувеличивает ее достоинство реклама, раз уж не хочет она разрушаться, будьте добры, снимайте сами. Но все-таки, если вы ее еще, ну, у меня нет, я не хочу ее рекламировать, сами понимаете, если бы я взял такой кусок, начал бы ее, она очень легко тянется, как резина, вот, и сжимая, то есть ее нельзя использовать, делая определенные усилия. А какие нужны усилия, вы сейчас убедитесь и поймете. То или не то, я вам сейчас предложу. И вот я, наконец, вам предлагаю, что это будет четвертый и последний вариант. Та же полихлор-веневая пленка, но, конечно, не липкая. Вот, сделана определенным размером, по длине, по ширине. и вот я вам представляю эту пленку, ну, уже в виде рекламы. Вот, я сотрудничаю с так называемым интернет-издательством «Жизнь на земле». вот они сейчас проводят эту видеосъемку. Вот они мне привезли коробку, в ней 30 штук. И смотрим, как это выглядит. И что мы видим здесь? интернет-издательство «Жизнь на земле». Уже не заблудимся. Прививочная лента. Понятно. Железов пишет, идеальная лента, использую только ее. Так оно и есть. Вот. И я написал три способа, где ее надо применять. Капулировка, лучшая капулировка, прививка в расщепь. Сейчас мы это и попробуем. Я бы мог еще 5-8 способов. Почему ее и можно использовать? Почему они здесь не упоминаются? Потому что я использую только три способа. Остальные я считаю менее удачные, а есть и губительные. Поэтому ограничиваемся только этими тремя. Здесь вы можете прочитать подробнее. Но все-таки и про ее это самое про ее качество все но я пока вам расскажу лучше своими словами. Итак, если мы откроем вот это вот, распечатаем, я допустим, готовлюсь к прививке. Прививки есть прививка, я их в принципе делю на две прививки. На два способа. Прививка укорененных саженцев на земле, как правило, это на коленях, стоя головой почти у самой земли, потому что я придерживаюсь принципа только у земли прививать. И второй способ прививка за столом. сюда же относится зимняя прививка, когда с погреба достают саженцы и прививают за столом и сращивают и опять погреб уносят. Вот. Ну, сами понимаете, сейчас на улице лежит снег, начала зима, сегодня у нас 20 октября, и мы, делая это все за столом, тем не менее, будем иметь в виду, что то же самое можно делать, стоя на коленях в саду, если саженец укоренен, потому что если его не выкапывать, то еще лучше получается приживаемость и рост, и здоровье. И вот я в руках держу эту самую привычную ленту, если ее разодрать, то есть раскрыть, так, мы увидим две упаковки. Упаковка с лентой, вот она, хорошо видно, упаковка с лентой, длина у нее 30 сантиметров, ширина у нее 10 миллиметров, то есть один сантиметр. А теперь просто показываю, чем она мне привлекает. Во-первых, смотрите сюда, видели? Не рвется, не рвется. Вот, вот только это, а зачем она понадобится? Вот стоит вам посмотреть эту, как называется, видеофильм, только ради вот этого, вот в этом убедиться, упругая, пластичная, при ширине в один, это, в один сантиметр. Видели? Это одно качество. Ладно, испортили пленку, но искусство требует жертв. Вот, теперь я беру ее же и представляю, что просто, вот смотрите, нам понадобится ее вяжущее свойство. А, попробуйте обмотать вокруг пальца, даже, и вы почувствуете, что и силу примените. И вот, теперь этот палец, бедный, пропадет, почему? Вот эти сжимающие свойства остаются надолго, на сутки, двое, трое, на месяц. Вот это нам надо. Полиэтилен уже бы тут же потерял свои свойства и перестал сжимать. То есть, держал бы, но не сжимал бы. Нам нужно сжатие. Вот еще одну пленочку использовали для того. А теперь, представляю вам еще вариант. Почему? Ну, экономия раз, вот, и более, что ли, я, эта пленочка 5 миллиметров, мы будем ее использовать, тоже крепкая, согласитесь, смотрите. Видели? Вот реклама. Она даже лучше, чем я надеялся показать. Смотрите, вот, видели? С трудом порвал. Это я, здоровый мужик, а она вот такой ширины. Вот. И главное, что при этом, это еще не факт, она же еще и тонкая. И главное, упругость-то. Ее можно было бы, слава богу, такую найти, что порвать невозможно, а толку от нее-то не будет. От этой пользы огромная. И вот два варианта мы с вами увидели. А почему два? Потому что мы будем и вот такие прививать, вы уже догадались. Та, которая 5 миллилитров, 5 миллилитров, которая 5, это самое, миллиметров так. И это прививка, капулировка, улучшенная капулировка. А вторая, вот, мы можем вживлять уже не косые срезы, а клиния. Вот в такие. Или вот в такие. Ну, ты считаю. Один год, примерно так говорю, два года, три года. Представляете, когда саженцу три года, попробуй-ка в него вживи. Да еще, когда, каждый раз, когда делаешь срезы, малейшая ошибка, и уже они стыкуются. И тут что приходится применять? Грубую физическую силу. Вот. Сейчас мы это с вами продемонстрируем. И вы, друзья, не просто смотрите этот видеофильм, вы еще и привать учитесь. Повторюсь, еще, может, не помню, говорил, нет. Значит, здесь 50 пленок широких, я уже говорил, 50 пленок узких. Вот, казалось бы, ну, зачем нужно, что пленок? Да дело в том, что садоводство, это колдовство, это наркотик. Вы только носите, вы уже остановиться не можете. Вы знаете, что такое прижился саженец? Носами не спишь. Еще впереди год, а уже думаешь, гадаешь, какие будут плоды, будут ли они вообще, доживет ли привитка, выживет ли. А ведь ее жизнь зависит только от вас и от того, насколько удачно вы его это, живили. Чужеродный серенок, этот дичок, от этого зависит. Если дерево получилось удачно, то есть прививка удачи, дерево здоровое. Вот. Чуть-чуть любая грех уже не получается. Вот. Ну и остается только пожелать вам удачи для того, чтобы у вас получалось саженцы не хуже, чем у меня. А какие они получаются однолетки, ну, я не знаю, саженцы, которым исполнилось не пять лет, не три года, а пять месяцев или три месяца. Вот такие. Они могучи, они мощные. Я на всех случаях еще скажу, обязательно вот правила, которые подчинятся, приводите как можно ближе к земле, берите только нижнюю часть очеренка. Даже середина уже не то. Подробности я не буду говорить. Именно вот физиологии не буду. Просто поверьте мне на слово, что с этого начинается здоровый, мощный саженец, невообразимо мощный, невообразимо здоровый. Вот. И если интернет-изнадийство в этом видеофильме покажется десяток снимок, ну, пожалуйста, это самое, наблюдайте и верьте, что я говорю правду, что это действительно вырастает за одно лето. А оно в Сибири очень короткое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!